Не выращивайте без этого томаты, огурцы, перец и другие культуры. Всех приветствую, в этом видео я покажу 6 натуральных способов подкормить растения для получения их крупного урожая. Подкормки доступные, дешевые, а некоторые и вовсе бесплатные. Первое удобрение повысит плодородность почвы, улучшит ее микробиологическое состояние, улучшится рост и развитие растений, томатов, огурцов, перцев и других культур. Повысится их иммунитет, кусты станут более мощными и здоровыми, что положительно скажется на урожае. Удобрение даст растениям азот, фосфор, калий для плодоношения и множества других микроэлементов и биологически активных органических веществ. Чтобы получить хороший урожай, не забывайте формировать растения. Томаты, перец, огурцы нуждаются в посынковании, прищипывании боковых побегов. Когда мы убираем боковые лишние побеги, силы у растений распределяются правильно. Плоды быстрее зреют, что позволяет получить хороший урожай, несмотря на короткое лето. Для приготовления подкормки возьмите овсяные хлопья. Если у вас завалялись хлопья, просрочились, то самое время пустить их на удобрение. Если у вас их нет, можете приобрести самые дешевые. В общем, любые. На 10 литров воды возьмите 1 стакан овсяных хлопьев. Оставьте раствор бродить на 3-4 дня в теплом месте. Ежедневный раствор перемешивайте. Затем используйте подкормку под корень. Поливайте растения по пол-литра 1 литру под каждый куст. Раствор можно не процеживать. Оставшиеся хлопья просто заделайте в почву вокруг растений. Это один из способов, как вы можете повысить урожайность растений. Переходим к следующему удобрению. Второе удобрение бесплатное и очень доступное. Оно просто делается, даст растениям азот, фосфор, калий и другие важные вещества, которые ускорят развитие растений, увеличат количество завязей и плодов. Как вы уже увидели, удобрение заключается в использовании банановых шкурок. Банановые шкурки содержат помимо минеральных веществ витамины, глюкозу, сахарозу, которые являются энергетической подпиткой для растений. Возьмите 3 шкурки от банана, мелко нарежьте и поместите в емкость. В емкость налейте 1 литр воды. И настаивайте раствор в теплом месте около 3 дней. Далее раствор процедите и разведите в 10 литрах воды. Используйте раствор под корень по влажной почве. Сами шкурки вы можете не выбрасывать, а заделать в почву вокруг растений. Это послужит дополнительным питанием. Одной горсти на растения будет достаточно. Для этого вокруг растений выройте неглубокую канавку. Заложите туда шкурки и закопайте их почвой. Такое удобрение будет продолжительное время питать растения, позволяя ему хорошо расти, быстро развиваться и обильно плодоносить. Следующее уникальное натуральное удобрение для огурцов, томатов, перцев и других культур. Повышает урожайность растений, повышает их стойкость к болезням, стрессам, ускоряет корнеобразование, рост и развитие. Улучшает внешний вид растений, ускоряет рост стеблей, увеличивает размер и количество листьев, улучшает процессы фотосинтеза, процессы дыхания. И речь идет о сине-зеленой водоросли спирулина. Спирулина содержит 70% белка, в котором находятся незаменимые аминокислоты. Они питают растения и почву, улучшают ее плодородность. Спирулина содержит витамины из группы В, С и Е, которые положительно влияют не только на человека, но и на растения. В спирулине более 200 минеральных веществ, например калий, кальций, медь, железо, магний. Поэтому такая подкормка способна восстановить даже хилые растения, поможет вылечить хлороз, пожелтение листьев. Для приготовления подкормки можно использовать спирулину в таблетках. В 5 литрах воды нужно развести 10 таблеток спирулины по 500 мг. Если вы найдете спирулину в порошке, тогда разводите 5 г спирулины в 5 литрах воды. Чтобы таблетки быстрее растворились в воде, их нужно измельчить. Раствор хорошо размешиваем и настаиваем некоторое время, чтобы все хорошо растворилось. Должен получиться вот такой синий-зеленый раствор. Опрыскиваем растения по листу или поливаем томат, огурцы, перец и другие культуры под корень. Повторить подкормку можно через 7-10 дней. Следующее органическое зеленое удобрение для огурцов, томатов и других культур. Улучшает развитие растений, повышает их иммунитет, стойкость к болезням и стрессовым условиям, повышает урожайность. Удобрение готовится из сорной травы. Можно использовать несколько видов травы. Например, это крапива. Крапива содержит азот, калий, фосфор. В ней есть кальций, железо, йод и другие полезные вещества. Будет также хорошо, если вы положите любой мох. Он содержит множество ценных биологически активных веществ для растений, которые повышают иммунитет культур и их урожайность. Также в удобрение вы можете положить листья щавеля. Щавелевая кислота, которая есть в листьях, продлевает жизнь растений, повышает их иммунитет и улучшает плодоношение. Также это листья одуванчика. Одуванчики содержат множество полезных макро- и микроэлементов, а также вещества, подавляющие развитие болезней и отпугивающие вредителей. Следующая трава – это листья подорожника. Они содержат массу полезных оживляющих веществ для наших культур. Витамины, алкалоиды, флавоноиды и другие вещества, стимулирующие рост и обильное плодоношение. Возьмите травы примерно в равном количестве. Для того, чтобы удобрение быстрее приготовилось, траву измельчите. У вас должно быть заполнено половина ведра. Заполните ведро доверху водой и настаивайте от 3 до 5 дней в теплом месте. Ежедневно раствор перемешивайте. Через 5 суток подкормка готова. Разбавляем 1 к 10 с водой, то есть 1 литр настоя в 10 литрах воды. Поливаем огурцы, томаты, перец, капусту под корень по влажной почве. По 1 литру под каждый куст. Также орошайте этой подкормкой по листу. Последнее удобрение из сегодняшнего видео делается из лавровых листьев. Этот уникальный раствор предотвратит различные болезни растений, поможет избавиться от паутина и уклещает других вредителей. Подкормка даст растениям витамины из группы В, магний, железо, поможет восстановить хилые растения, вылечить хлороз, пожелтение листьев, повысить урожайность растений. Чтобы приготовить удобрение, возьмите 10 грамм лавровых листьев. Измельчите листья и положите их в небольшое количество горячей воды, около 60 градусов. Далее настаивайте раствор 12 часов. Можно его оставить на ночь. У вас должен получиться концентрат желтого цвета. Такой концентрат разводим в 5 литрах воды. Подкормка готова. Опрыскиваем таким раствором растения по листу с двух сторон, или поливаем под корень по влажной почве по 200-300 мл под каждый куст. Спасибо за интерес к данному видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.